В ведущем вузе области Белгородскому государственному университете стартовала приемная кампания. Основной наплыв абитуриентов ожидается через неделю, когда школьники получат необходимые для поступления документы сертификаты ЕГЭ. Об особенности кампании 2016 на пресс-конференции журналистам рассказал ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин. План бюджетного набора в вуз в этом году составляет 2218 мест. Это почти на четыре сотни больше прошлогоднего. Открываются в этом году и новые направления подготовки. В частности, магистрская программа управления в сфере образования, а также бакалавриат, биотехнические системы и технологии. На выходе мы будем иметь уникальных специалистов, которые будут работать со сложнейшей медицинской техникой, обслуживать уникальные комплексы больничные, которые сегодня создаются в том числе на территории нашей области. У нас вообще в России этих специалистов готовят единственный вуз в Санкт-Петербурге. Вот мы три года назад совместно с немецкими специалистами, которые участвовали в поставке и монтаже оборудования в областной клинической больнице, разработали эти образовательные программы и сейчас пролицензировали эти программы и их начинаем внедрять. Мы стремимся быть, как модно говорить, в тренде, то есть смотреть за тем, какие специальности новые появляются, какие специальности потихонечку отмирают для того, чтобы быть адекватными в отношении запросов рынка труда. В этом году еще одна приятная новость. При поступлении будут учитываться индивидуальные достижения абитуриентов. Впервые победители и призеры регионального этапа Всероссийской Олимпиады получат дополнительные три балла. Впрочем, как и те, кто успешно выступил на межрегиональной полипредметной Олимпиаде БЛГУ. За высокие достижения в спорте также можно будет заработать дополнительные очки. Победа на всероссийских или международных соревнованиях и данные нормативы ГТО добавят еще один балл при поступлении на факультет физической культуры. На пресс-конференции не обошлись стороной и резонансный вопрос закрытия филиала БЛГУ в Алексеевке. Среди объективных причин ректор назвал убыточность этого подразделения, сокращение спроса со стороны абитуриентов, число студентов ниже министерских минимумов, но главное неудовлетворительные показатели по научной деятельности, качеству обучения и другим требованиям. Тем не менее, ни один Алексеевский студент не лишился возможности завершить образование. Все 136 обучающихся определены. 128 из них зачислены приказом ректора в головной вуз и в филиал Староскольский. 97 человек в головной вуз, 31 в Староскольский филиал. 7 человек изъявили желание продолжить обучение в других вузах, ну в Воронеже прежде всего. То есть все 136 студентов очной формы обучения определились с продолжением своего образования. Причем, учитывая ситуацию, мы всем студентам из Алексеевки, которые к нам переведутся, учитывая этот форс-мажор, мы предоставим общежитие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова